С нагоды того, что США не дают танки на огол, не могут разуметь чему, с кем Штаты собрались воевать, с Канадой, с Мексикой. Нет, они не дают не поэтому, не потому что им воевать с кем-то хочется и так далее. Они не хотят тотальной победы Украины, потому что это дестабилизирует Россию. Сейчас в России там только военный мятеж и куча генералов, которые начали, так сказать, свой этот, вот сейчас десантники какие-то записали и так далее, они все прекрасно понимают, что Россия нестабильна. То есть они хотят, чтобы Украина не проиграла, может быть потеряла какие-то территории, может быть нет, ну как бы им плевать, да. Обаме и Байдену было плевать на потерю Крыма, Украины. Плевать было просто. Но они не дали Украине тогда сопротивляться. Но смысл в том, что они хотят сохранить путинский режим. Они не хотят смены режима в России, потому что эта смена режима в России может быть катастрофической для них. Вот они так считают. Это реально то, что мы видим в их реальной политике. Поэтому они блокируют Украину на пути в НАТО. Они блокируют поставки оружия Победы. То есть F-16 это не просто оружие, это оружие Победы. Абрамсы это не просто оружие, это оружие Победы. Они блокировали поставки танков Леопард. Они блокируют поставки Атамакс ракет. Это оружие Победы. Отдают оружие, которое, ну как бы, оно не способно обеспечить Победу. Оно способно законсервировать ситуацию. И об этом уже зло. Абрамсы, абсолютно не стесняясь выражения, специально в американской газете Вашингтон-Пост сказал залужным. Сказал, что вы творите, да? Они запрещают еще ему, залужному, воевать на территории России. Как это он говорит? Две страны воюют. Россия и Украина. Значит, две страны являются полем боя. Это как, я не знаю, ну, Великобритании, сказать, вот когда фашисты на нее напали, там, и бомбили бомбардировщики Фау-2, что не надо в ответ бомбить Германию. Ну, на своей территории воюйте. Великобританию. Ну, как это? Как это? И вот просто он уже не выдержал, и там в очень жестких выражениях, я думаю, американцы давно не слышали таких жестких выражений, залужный четко объяснил, что если не надо для спасения моих людей херачить по этой гребаной России, я буду херачить по этой гребаной России. Если вы не разрешаете это делать вашим оружием, мы свое произведем, мы будем херачить по этой гребаной России. Потому что война не может быть только на территории жертвы. Где логика? И при этом запрещается бить по территории агрессора. Где это видано? Как это? Как это? Ну, просто какая логика в этом? Поэтому серьезный вопрос с оружием вскрыла эта неделя. Серьезный вопрос НАТО вскрыла эта неделя с реальными целями некоторых политиков. И молодец Зеленский, что немножко эти нарывы все по соскреб, понимаете? Потому что была такая немножко эфемерная картинка. Сейчас мы видим эту картинку реально, и многие эксперты уже оценивают реальность, реальную картину мира, взаимоотношений, поставок, блоковости и всего остального. Продолжение следует...